Всем доброе утро! Пусть оно будет добрым для всех! На прошлой неделе был объявлен траур по умершим от коронавируса в Италии, и в 12 часов дня была минута молчания. Господи, помоги Италии, помоги России и США, где больше всего сейчас инфицированных, и Франции, и другим странам. Господи, помоги Господи и нашей земле Белой Руси. Сегодня мы все в одной лодке. Многие из нас не хотели протягивать руки друг к другу по-доброму. Пандемия объединила нас по-злому. Все по-люису. Помните, Бог обращается к человеку шепотом любви. А если он не услышал, то голосом совести. Если человек не слышит голоса совести, то Бог обращается через рупор страданий. Но именно сейчас не будем отчаиваться и не будем глухи, особенно к страданиям других. Всем, кто продолжает молиться в этой ситуации, мне желанно произнести слова следующей молитвы. Господи, Боже наш, услыши с высоты святаго Твоего престола нас грешных и недостойных, благость Твою грехами своими прогневавших и милосердие Твое удаливших. И не взыскуй с нас, но отврати страшный гнев Твой, справедливо нас постигший. Прекрати пагубное попущение, удали страшный меч Твой, невидимо и безвременно нас поражающий. И пощади несчастных и слабых рабов Твоих. И не обрекай нас, и не обрекай нас смерть души наши в покаянии прибегающих с истомленным сердцем и со слезами к Тебе, Богу милосердному, мольбам внимающему и перемену подающему. Ибо Тебе принадлежит милость и спасение Божие наше. И Тебе славословие приносим, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присну, и во веки веков. Аминь. А теперь немного о Великопостной теме. Первые три воскресения Великого Поста мы призывались к созерцанию тайн Божьих. Святые иконы, фаворский свет, крест. Четвертое и пятое воскресенье, то есть прошлое и сегодня, посвящены почитанию человеческих образов Иоанна Лествичника и Марии Египетской. Они заставляют нас сосредоточить наше внимание на человеческой стороне Великопостного подвига. Сегодняшнее церковное воспоминание преподобной Марии Египетской открывает нам возможность говорить о торжестве переживания покаяния, покаянной жизни, выделяя таким образом покаяние из всего объема аскетического христианского делания. Ведь и на самом деле покаяние является центром и сущностью этого делания, потому что завершением покаяния становится возрожденная душа. Покаяние есть не просто некий акт, это процесс, возрождение – внутренний смысл покаяния. Возрожденная душа – высший жизненный результат покаяния. Сегодня на литургии в храмах звучит евангельский рассказ о том, как два самых близких ученика Спасителя – Иоаков и Иоанн, к которым и сам Христос относился как к самым ближним, подошли ко Христу. Ученики, которые, приняв силу Божию, этой силы уже совершили множество исцелений и других чудес. Так что, возвратившись после одного из посланничеств, которое поручил им Господь, могли даже с некоторым восторгом сказать – Господи, и бесы нам повинуются. Ученики, один из которых, апостол и евангелист Иоанн Богослов, написал слова такой духовной красоты, с которыми ничто не может сравниться. И ничего в мире, подобного Евангелию, написанному Иоанном, нет и не было. Ученики, которые были свидетелями всех великих дел, которые творил Иисус, всех Его небывалых слов. Ученики, бывшие самовидцами поразительных чудес Спасителя. Ученики, которые, как кажется, должны были понять весь смысл духовной и нравственной жизни. Вот эти-то ученики сразу же после того, как Иисус говорит им, что в Иерусалиме Он будет предан в руки грешников, и что совершат над Ним всякие издевательства, и что Его ожидает крестная смерть. Именно после этих слов, после этого страшного знания, которое им только что дано было услышать, подходят к Нему и просят. «Господи, хотим, чтобы в Твоей славе мы оказались справа и слева от Тебя». Как-то совсем по-человечески. И в нравственно-психологическом отношении это означает, что то покаяние, которое совершается только Духом Святым, еще не исполнилось в них, еще не исполнилось в них духовно-психологического совершенства. даже современные люди, в которых могут действовать тонкие нравственные ощущения и переживания, сказали бы, как же несвоевременно, как-то совсем уж не вовремя и нехорошо приступать было с такой просьбой. И вот, вы знаете, именно потому, что ученики вполне не осознали, с чем пришел Иисус на землю и к чему Он их призывает, Он вынужден был им сказать прямо. Но эта прямота оказалась для них еще менее постижимой. Он сказал о себе. Сын человеческий пришел на землю не для того, чтобы Ему послужили, а для того, чтобы послужить. Он предложил им совершенно новый принцип жизни, абсолютно непонятный для людей, живущих по стихиям века сего. Он сказал, «Кто из вас хочет быть на деле выше других, тот пусть будет всем слуга». Вот это новое, высочайшее понимание христианского служения. Это неизбежный результат новой жизни человеческой души, возродившейся в покаянии, ничего близкого такому покаянию, по степени покаянного стремления к нравственной духовной чистоте, по непреложности и силе горького переживания своего несовершенства, по глубокому, постоянному, самоотверженному думанию и, соответственно, по таким деятельным плодам покаяния, которое было на христианском Востоке, ничего подобного, ничего близкого этому в западном мире не было. Не было и нет сейчас. Наше время испытаний – тому наглядный пример. Это поразительное покаянное делание, содержащее и готовность, и реальность в выявлении в себе подлинно новой твари, нового человека, не могло осуществиться иначе, только как через возрождение Духом Святым. Великих практических, если не точнее сказать, прагматических жизненных достижений в православном мире, может быть, было и немного, за что нас часто упрекают и католики, и протестанты, но зато непререкаемо высоко отмечалось реальное движение к покаянию, которое было так любимо в жизнеописаниях или, как мы говорим, в житиях, и прежде всего в житии Марии Египетской, память о которой чтилась на прошедшей неделе и особо вспоминается сегодня. Ее жизнь представляет собой величайший образец подлинного покаяния, образец, которому по абсолютной напряженности покаянного делания следовать невозможно. К этому и не призывает нас Церковь. Потому что идеалы на то и идеалы, что они, будучи недостижимыми во всей полноте, вместе с тем указывают нам правильное направление духовного движения. Мария Египетская, придя в пустыню, в течение первых семнадцати лет каталась по обжигающему горячему песку, переполненные еще движимыми в ней блудными страстями, воспоминаниями, переживаниями, ощущениями, которые влекли ее уйти из пустыни. А она не могла уйти, потому что она уже возлюбила Бога, возлюбила больше всего на свете. Она не могла, потому что она знала, что если уйдет из пустыни, то уйдет снова в мир греха. И тех покаянных свершений, которые ей удалось узнать на опыте своей жизни, не будет больше никогда. Уже ничего подобного не будет. Жизнь будет как прежде, как разбитый кувшин, из которого все только вытекало. И заключение, которое напрашивается после прочтения о ее жизни. Заключение, которое состоит в том, что подлинное покаяние, совершаемое Богом, есть творческий акт, имеющий и творческий результат. Оказалось, что преподобная Мария Египетская смогла там, в пустыне, где ни одной странички книжной не было, узнать все священное писание. И знание это было дано ей непосредственным образом. Это результат ничего другого, как покаяние. Мечтать нам о подобных возможностях и свершениях смешно, как вообще смешно мечтать о духовной жизни. Для того, чтобы смочь так, нужно, может быть, прежде покататься по обжигающему зною пустынных песков и сушить в этих песках свою плоть. Вот тогда, может быть, искажутся результаты. Но некоторые неординарные результаты совершаются уже здесь, в наше время, в это непростое время испытаний и болезней. Совершаются с почти каждым человеком. Это становится внутренней необходимостью и потребностью для обновленных людей. Освобождаться от безобразия, получать подлинную свободу. А предлагать такую свободу – это и есть дело Духа Божественного. Ту свободу, при содействии которой и взращиваются удивительные творческие божественные плоды. Мы знаем цену этой свободы, потому что мы на своем опыте слишком хорошо осознали и пережили цену своего духовного рабства. Мы видим все безобразные плоды этого рабства в зависимости от неизбежной ежедневной суеты. И потому, когда наступает вздох освобождения, нам так дорог этот вздох. Он перевешивает неделю скучного суетного рабства от воскресения до воскресения. Этот вздох высвобождает хорошие и нужные слова, которые говорят друг другу. И особенно этот вздох важен на исповеди. Но дело не в словах. В словах лишь бледно выявляется тот покаянный процесс, который не перестает и не перестанет быть никогда всю нашу жизнь. мы должны помнить, что покаяние всегда по сути религиозно, что непонятно людям нерелигиозного сознания. И потому они покаянно не могут осознать всю полноту беды и ужаса нашей современной, а сегодня можно сказать, прежней жизни. жизни, которая создала из человека новую ветхую тварь, которая сделала человека особым изощренным инструментом лжи. И вот в этом отношении к покаянию в обществе наш наш человек еще не приступал. И все же у нас есть надежда. Потому что мы видим, как многие современные люди становятся верующими в Бога. Верующими, то есть, кающимися. Это пока капля в море. И покаяние пока у многих слишком слабое, нетворческое, без реальных плодов. Часто даже без особенного желания плодов. Но это все-таки уже покаянное делание. Не забыть бы только, что покаяние действенное. Это покаяние, в котором Господь ожидает плодов. Сам делает, но сам и ожидает. И вот первый и постоянный действующий плод покаяния – это осознание вины. Второй реальный плод покаяния, известный еще ветхозаветному человеку, это по слову Давида высокое прославление Бога. «Господи, устне мои отверзиши и уста моя возвестят хвалу Твою». А следующий плод покаяния по тому же слову Давида – желание помочь ближнему тоже впустить подобный сладостный плод покаяния, вкусить его. «Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся». Не забыть бы только, что покаяние – это не просто душевно-психологический процесс, в котором бесплодно и неопределенно вертятся сердца многих людей, не зная, как вырваться из него. А это сердечный прорыв к Церкви и к Богу, прорыв к Церкви в понимании, осознании и переживании глубины церковной жизни, стремлении к полноте церковности. Я думаю, многие из нас это поймут и переживут, находясь сегодня в самоизоляции. «И да созиждутся стены Иерусалимские, как говорит пророк Давид, созиждутся стены Нового Иерусалима, Святой Православной Церкви, не забыть бы только обо всех этих плодах и стремиться к ним в глубоком сердечном переживании, чтобы торжество покаяния стало и нашим, каждого из нас личным торжеством. И это личное покаянное торжество пусть воссияет в личном духовно-нравственном возрождении. И правда Божия да торжествует духовно в сердцах каждого из нас. Божия православной rid и льва в позиция м м